Добрый день! Меня зовут Александр Фролов. Сегодня мы будем с вами готовить любимое итальянское блюдо. Одно из любимых итальянских блюд – это ризотто. Для приготовления ризотто с куриной грудкой и овощами нам потребуется лук репчатый обычный, чеснок, цукини и маленькая морковка, мини-морковь. Рис арборио. Ни в коем случае нельзя промывать рис перед приготовлением, иначе мы потеряем тут нужный крахмал. Мы нарезаем цукини кубиком. Возьмем несколько маленькой морковки. Нарежем кружочками. Мелкой крошкой чеснок. И мелкой крошкой лук. Лук и чеснок нужен совсем небольшое количество. Его не должно быть много. Куриное филе – это грудь. Нарезаем крупным кубиком. Достаточно грамм 70. Разогрели масло. Сразу бросаем лук с чесноком. Готовим до прозрачности. Затем помещаем рис. Рис нужно тоже выдержать на сковородке, обжарить его. Догреваем куриный бульон. Добавляем уже белое сухое вино. Чтобы маленькие небольшие поры в каждом зернышке открылись, и он пропитался ароматом. Мы добавим наши овощи. Это грибы фампиняны, стукини и мини-морковь. И заготовку риса, которую мы до этого с вами сделали. Не наливайте сразу много бульона никогда. Нужно постепенно, чтобы рис понемногу впитывал в себя. Сыр маскарпоне придает очень нежный и сливочный вкус азоту. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Человеку, занимающемуся фитнесом, нужно чуть больше белка. Поэтому порцию куриной грудки мы немного увеличиваем. Чуть больше углеводов. Хорошо, если мы возьмем смесь риса белого и дикого риса. Это лишняя клетчатка, которая замедлит усвоение углеводов. Также уже комментарий не по приготовлению, а по самой подаче. Хорошо, если ризотто будет подан вместе с салатом из зелени и хрустких зеленых овощей. Также содержащих большое количество клетчатки. Не стоит забывать, что клетчатка разрушается при термообработке, поэтому овощи, как и сам рис, нужно стараться приготовить аль денте. Нужно снизить содержание жира в блюде. Как мы это сделаем? Вместо сыра маскарпоне, вместо пармезана мы используем белый йогурт, который также добавляем в конце приготовления. Вместо сыра пармезан можно использовать твердый сортов сыр, но более легкий, с меньшим содержанием жира.